Месяц веры Я не считаю себя отцом веры, каким был Авраам и другие мужи веры Я не считаю себя мужем веры, каким был апостол Павел Ну или наш пастор Павел является мужем веры Вот, нет, все не так Но почему же тогда мне не сложно говорить о вере? Ну, наверное, потому что в этом году будет 23 года, как мы с женой покаялись 23 года почти мужа с Господом И я вам скажу, что за эти 23 года так много нам приходилось верить Ну, вот здесь есть люди, да, вот Маша с Федором, другие люди, которые, ну, кто давно в церкви, которые знают нашу жизнь Нам так много раз приходилось верить Я когда готовился к проповеди, я так немножко вспоминал вообще начало нашей семьи Ну, думаю, жену поздравлю и как-то от этого буду плясать Вы знаете, мы только с ней поженились Это было 2 августа 96-го года Уже через месяц мы уехали в Москву, в библейскую школу слова жизни Поймите, это были такие времена, когда не было ни мобильной связи Не было приложения Booking, чтобы ты мог взять и сбронировать себе жилье И нам приходилось верить вообще за все Мы до этого никогда не были в Москве Вот чтобы вы понимали, какие мы были Мы туда приехали с мешком картошки Помимо всех вещей и с подушкой, по-моему, да, приехали в Москву Ну что, если уж совсем есть нечего быть, хотя бы картошечки пожарим себе И вот такая вера у нас была И мы приехали, и нам надо было верить за жилье, что оно как-то найдется А потом, когда появилось жилье, что будет жилье такое, что у нас тараканы Нас ночью оттуда просто не вынесут Что тот чай, который я бегал с сумками продавал по Подмосковью Его все-таки купят, у нас будут деньги на еду и на плату учебы Что меня не скинут с электричек там местные братва У которых я, по их мнению, хлеб там воровал, продавая ручки или там что-то еще Что нас не заберут в милицию, потому что у нас не было московской регистрации В том далеком 96-м году, ну и так далее, и так далее И ты знаешь, вот только вроде недавно покались и сразу за что-то надо верить Ну, наверное, не только у нас так, да, у вас, наверное, тоже Приехали из библейской школы, надо верить за то, что снимем квартиру За то, что устроимся на работу За то, что будет ячейка, за то, что она будет расти И постоянно за что-то надо верить И в 97-м году, когда мы забеременели первым нашим ребенком Ну, кто вот не знает, многие увидели уже там бизнесмен, там в пастерской команде Я был грузчиком на заводе, жена была гардеробщицей в ДК И зарплаты хватало вот только на оплату квартиры и чуть-чуть на еду На самую скромную А когда ребенок родился в 98-м году И вообще перестало этой зарплаты хватать Еще и жена не работает И снова нужно верить, да, что Господь там все усмотрит Но слава ему за то, что он правда всегда все усматривал Никогда не оставлял, заботился, обеспечивал Благословлял там через братьев, сестер Слава Господу, аминь драгоценный Вы знаете, 15 лет нам приходилось верить за собственное жилье Кому-то вот так оно достается Кому-то там родители на свадьбу подарили У нас, к сожалению, нам на свадьбу ничего такого Ни машин, ни квартиры не подарили Нам за все надо было стоять в вере Мы на последнюю съемную квартиру заехали с двумя детьми Подчеркиваю, на съемную квартиру А через 7 лет съехали с четырьмя детьми Ну, слава Богу, свое собственное жилье И я не буду эти все истории дальше рассказывать Скажу только коротко Что нам приходилось десятилетиями верить за спасение наших родственников Нам приходилось верить за машины, за квартиры За то, что бизнес начнет работать И вообще за все За исцеление нашей и наших детей Причем от каких-то страшных болезней И слава Богу за Бога, да Если бы не Бог, то не дай Бог Поэтому, правда, слава Богу Но, знаете, хочу сказать Вот несмотря на весь этот позитив, с которым я сейчас говорю А я, правда, позитивный такой человек по жизни Несмотря на все вот эти истории Я хочу сказать, что каждый раз Это был вызов, друзья Вы знаете, это не было так легко Как я сейчас об этом на сцене рассказываю И там кто-то сидит весело так улыбается Атмосфера хорошая Каждый раз это был вызов, друзья Каждый раз наша плоть, которая немощна Она опять, ааа, там страшно Но, слава Богу, дух был бодр И мы каждый раз боролись с нашим духом С нашей плоти Мы каждый раз побеждали какой-то страх И продолжали верить Потому что по плоти это бывает непросто Аминь Когда ты смотришь на деньги в кошельке Тебе еще полмесяца жить, а их уже нет Или еще на что-то Или какая-то болезнь страшная Но, слава Богу, Господь никогда не оставлял Всегда помогал, всегда поддерживал И моя сегодняшняя проповедь называется Не бойся, только веруй Аминь И я хочу каждому сказать в этом зале И тем, кто смотрит нас онлайн Не бойся, только веруй Аминь, друзья Открываем Марка, пятую главу Посмотрим эту историю Марка, пятая глава С 22 по 23 стих И потом 35-36 И вот приходит один из начальников синагоги По имени Яир И увидев его, имеется в виду Иисуса Падает к ногам его И усиленно просит его, говоря Дочь моя при смерти Приди и возложи на нее руки Чтобы она выздоровела и осталась жива Пока здесь остановимся Друзья, давайте представим просто И как-то нарисуем эту картину Мы так бывает бегло читаем Библию Но давайте как-то задумаемся Поймите, что Яир Это не был человек, который мирской Или человек, который недавно только в церковь пришел Человек, это был человек Учитывая, какие были времена И какие были требования Это был человек, который наверняка наизусть знал Священные писания Тору, который был у них Это был человек, который В своей жизни с Богом Рос на таких примерах, как Авраам Ной и так далее Человек, который был уже, знаешь, такой Почти отец веры Это был священнослужитель Это был один из начальников синагоги Я не знаю, это уровень сегодня наших пасторов Либо старших, либо как минимум ассистирующих пасторов Поймите, что это не был человек такой, знаешь, такой болтающийся Нет Но однажды в его жизни наступает момент Какого-то кризиса, когда его вера, она пошатнулась И когда, несмотря на весь свой статус, положение в обществе Все свои погоны Он просто, знаешь, скинул свою эту мантию Прибежал к Иисусу Написано, что он сделал Он упал перед ним на свои колени И сказал, Иисус, помоги Дочь умирает Знаете, так важно, на самом деле, понимать, что Ответ от Бога, он вот так автоматически не приходит Из-за того, что ты уже 10 лет в церкви Периодически приходишь и сидишь здесь Нет Нам нужно куда идти? Нам нужно всегда идти к Иисусу Аминь Ир пришел к Иисусу, потому что Как мы читали здесь, в 23 стихе Он верил Написано Он сказал, приди и возложи на нее руки Чтобы она выздоровела Вот другими словами Ир пришел с верой Да, он смирился Да, он оставил свой статус Да, он не побоялся там своих коллег Которые потом его, скорее всего, заклюют Ах, ты ходил на служение этого проповедничка Как ты мог? На тебя же люди смотрят Он, знаешь, оставил всю эту гордость Оставил весь этот страх Оставил все Он включил свою веру Если Иисус хотя бы только помолится Руки возложит Моя дочь будет здорова Все остальное сейчас не важно И он пришел к Иисусу Аминь Поэтому, друзья, нам всегда надо приходить к Иисусу Того, что мы ходим просто в церковь Или приходим на ячейку Недостаточно Нам нужно иметь личные отношения с Ним Нам нужно иметь личную веру Аминь, драгоценные И 35-й стих Когда он еще говорил Иисус с Яиром Приходят от начальника синагоги и говорят Дочь твоя умерла Что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сии слова Тотчас говорит начальнику синагоги Не бойся Только веруй Аминь Давай скажем Не бойся Только Только веруй Аминь Почему Иисус сказал Яиру Вот тому же Мужу Божьему Почему он сказал это? Он мог бы сказать Яир, брат, давай держись Давай сопли не распускай Яир, ты такой серьезный Афтеритетный мужик верующий Давай Брат, верь Давай молись Давай пастись Иисус почему-то сказал Яир Не бойся Только веруй Аминь Если вы будете эту историю Марка 5 главе читать до конца То вы увидите Что Иисус потом пошел в дом Яира Вы знаете Иисуса просто Не может не зацепить такая вера Иисуса просто не может не зацепить Когда твоя молитва Это как молитва Явиса Это не просто заученные фразы Это реально крик души Когда ты взываешь к Богу Из глубины своего сердца И так же Яира Он кричал Иисус Спаси мою дочь Приди и помолись Иисус Он просто не мог не отреагировать Он всегда реагирует на веру Аминь Он не реагирует на нас И говорит Все плохо Но он реагирует Когда мы говорим Господь все плохо Но я все равно верю Что ты мне поможешь Аминь Потом давайте будем такими И потом мы читаем В конце главы Что Яир пришел туда В дом Простите Иисус Пришел в дом Яира И там люди плакали Потому что девочка действительно умерла Но Иисус начал исповедовать свою веру Он стал делать исповедание веры Он сказал Девица не умерла Но спит И все написано Над ним смеялись Только что плакали И тут же смеялись Поэтому что сделал Иисус Он убрал всех этих неверующих людей Он взял с собой трех учеников Он взял родителей девочки Зашел в эту комнату Где она была И сказал Девица тебе Говорю встань И она встала И начала ходить Потому что была 12 лет Аминь Послушай Божьей славе Дай место Божьему чуду Продолжай верить Аминь Давайте еще раз скажем То что сказал Иисус Иоанн Не бойся Только веруй Аминь Давайте Господу славу Воздадим Аллилю Давайте вернемся к этой мысли Почему же Иисус сказал Не бойся только веруй Давайте посмотрим Определение веры Которое записано В послании к евреям В 11 главе В первом стихе Мы его знаем Многие наизусть Вера же есть Осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом Аминь Вы знаете Можно сказать Что вера начинается Тогда Когда у тебя есть Какая-то конкретная цель Чего ты ожидаешь И ты уверен Внутри себя Что так оно и будет Вы знаете Более того Если посмотреть В Марка 9 главу 23 стих Там вообще Иисус говорит Если сколько-нибудь Можешь веровать Все возможно верующему Послушай Оказывается Чтобы получить Что-то по вере Не обязательно быть Каким-то духовным Суперменом Или таким знаешь Духовным Бэтменом Иисус говорит Если хотя бы Немного можешь веровать Уже Все возможно верующему Аминь А вы знаете Если написано Все Значит это все Все возможно верующему Но Иисус говорит Яир Не бойся Только веруй Почему? Да потому что Страх это тоже вера Только вера В негативные вещи Да потому что Если ты будешь бояться Если ты будешь рисовать Эти картинки Страха Которые сатана тебе Или твоя плоть Будет закидывать Ты будешь внутри себя Их развивать Ты рано или поздно Начнешь в это верить И ты это и получишь Потому что По вере вашей Да будет Вам Аминь Библия естественная Иисус неоднократно говорил По вере вашей Да будет вам По вере вашей Да будет вам И то же самое здесь Вера Она тоже здесь работает Поэтому принципиально важно Проверять какие картинки Внутри тебя Вообще чем ты наполнил Что находится в твоем разуме Что ты говоришь Проверяй себя Периодически Может быть это язык страха А не язык веры И поднимай свою веру Аминь И переставай бояться Продолжай верить И мне очень нравится Один пример Друзья Это пример Который часто приводит Как пример Последствий страха Но я сегодня хочу Сказать Что для меня Иов Этот пример Это и пример Впоследствии страха Безусловно Это так и есть Но и пример Безупречной веры Которая идет до конца И давайте мы посмотрим Прямо с самого начала Книга Иова Первая глава С первого по пятый стих Зачитаем Был человек в земле Уц Имя его Иов И был человек Этот непорочен Справедлив И богобоязнен И удалялся от зла И родились у него Семь сыновей И три дочери Имене у него было Семь тысяч мелкого скота Три тысяч верблюдов Пятьсот порвалов Пятьсот ослиц И весьма много прислуги И был человек этот Знаменитый Всех сынов Востока Сыновья же его Сходили Сделая пиры Каждый в своем доме В свой день И посылали И билошали Трех сестер Есть и пить с ними Когда круг Пиршественных дней Свершался Иов посылал за ними И освещал их И встав ран утром Возносился сожжение По числу всех их Ибо говорил Иов Может быть сыновья мои Согрешили И похулили Бога В сердце своем Так делал Иов Во все такие дни Вот здесь чуть-чуть остановимся Друзья Давайте просто представим Опять эту картину Просто представим Надо понять Если кстати мы заглянем В тринадцатый стих То мы увидим Что это не просто Знаешь Такая была Церковная посиделка Ну как у нас бывали Вот раньше какие-то мероприятия Там знаешь Новый год мы отмечали здесь И у нас на столе там кола Какой-нибудь клюквенный морсик Несколько салатиков Там какая-то нарезочка Там если ты тринадцатый стих Посмотришь Там было вино Там они вообще гуляли Написано что Круг пешестных дней То есть там Прям по кругу Вся эта гулянка шла Только круг закончился Иов за них Давай молиться Поститься Там жертву приносить На какое-то время Они утихают Потом придут в себя И опять гуляют Ну не трудно почитать Есть и семь братьев О чем здесь мы читали Вот было семь братьев У них у каждого Был свой день Семь братьев Все дни и недели Получается каждый день гуляли Да Ну я не знаю Может они через день Конечно это делали Но сам факт Мы не знаем точно Не написано Но представь Семь братьев Каждый раз Каждый брат Делал это в своем доме И приглашал еще своих Трех сестер И остальных братьев Вот они гуляли Постоянно Пили вино А это восток Восток делает тонко Петруха Это восточные танцы Полуголые девицы И так далее Вино Я прекрасно понимаю Иова Иов Скорее все это здесь Так написано Что боялся Что может быть Да он уверен был наверняка Что они и похулили Бога И вообще там Такого наделали Поэтому он всегда Жертву приносил Но внутри него был страх Что сколько веревочка Невеси Конец-то однажды будет Потому что да Бог он милостивый И многомилостивый Да он терпеливый И даже более того Долго терпеливый Он Бог второго шанса И третьего Но это не будет Продолжаться до бесконечности Иов понимал Он понимал Внутри себя Он знал Бога И он знал Что у греха Есть последствия греха Он лишь только понимал Что вопрос времени А может успею я их вымолить А может успею На путь истинный поставить Потому что есть такой Знаешь Богобоязненный Иов И дети верующих родителей Десять штук И однажды настает В его жизни Тяжелый момент Если мы читаем Буквально эту же Первую главу Которую мы читали Только чуть дальше То как говорится Беда не приходит одна У него Атаки пришли Сразу во все сферы Угнали скот Остальной скот погиб Пришла какая-то язва И закончилось все тем Что вот эти десять детей Гуляли в одном из домов Пришел сильный ветер Дом рухнул Крыша упала И все десять детей погибли Вот мы тоже Опять же легко Так об этом читаем Легко наверное Читать об этом тому Кто никогда никого не терял Но если кто-то Когда-то терял Вот представь Одного потерял А если ты может быть Девушка молодая Ты может быть котенка Только в жизни потеряла И то плакала Три дня потом А представь Десять детей Если мы читаем Потом реакцию жену Она вообще просто Не знаю Она посидела Там волсон Сервала Она говорит Да я вообще все Все мои труды Все ради чего жила Все кончилось Ну нет никакого смысла Вообще дальше двигаться Но как реагировал Иов Мы чуть позже это посмотрим Но я хочу сказать Друзья Давайте сначала посмотрим Что у Иова действительно Вот то что я сказал Внутри был страх Это написано В Иова 23 А простите В 3 главе 25 стихе Ибо ужасное Чего я ужасался То и постигло меня И чего я боялся То и пришло ко мне Аминь Он говорит То чего я ужасался Вот эти картинки Которые он рисовал О чем мы с вами общались Недавно Что что-то случится С моими детьми Вот это и произошло Он все потерял Но вы знаете что Если бы Не дай бог Мы оказались в такой ситуации Я прям понимаю Что многие бы вообще Кто-то бы из церкви ушел Кто-то бы там Богу кулаки показывал Кто-то бы там Да как ты мог Да вообще ты не защитил Там не знаю Кто-то бы может быть Бога начал хулить Но давайте посмотрим На реакцию Иова И вы поймете почему Я сегодня в месяц веры У нас же не месяц страха Или победа над страхом У нас месяц веры Мы сегодня говорим о вере Друзья Да у него был страх И мы видим какие последствия Но я сегодня хочу говорить Про Иова Как про мужа веры Аминь Давайте посмотрим ее реакцию Она написана в 21 стихе Вот несмотря на все эти ситуации Несмотря на все эти обстоятельства Иов говорит 21 стих 1 главы Нак я вышел из чрева матери моей Нак и возвращусь Господь дал Господь и взял Как угодно было Господу Так и сделалось Да будет Имя Господне Благословенно Я когда перечитал книгу Иова У меня так знаете Аж чуть не до слез в этом месте Представьте Иова Потерял все Был знаменитый всех Дети Все Богатство Бам и ничего не осталось Потерял все И вместо того Чтобы обидеться на Бога До конца дней своих Он говорит Господь Все равно славлю тебя Все равно поклоняюсь тебе Да будет имя твое благословенно Аминь друзья Но не пример ли это Для подражания для нас Пример Вы знаете На этом беды Иова Кстати не закончились Если чуть дальше почитать То пришла еще одна проблема Иов потерял свое здоровье Его жизнь Она вообще висела на волоске Он покрылся проказой С головы до пят Болезнь неизлечимая Да еще и заразная Мало того что Вылечить никто не может Ни врачей нет Которые способны сделать это Ни медикаментов Ни таблеток Ни уколов Никакие операции не помогут Да еще и люди К тебе приблизиться не могут Ты просто остаешься один В этой ситуации Но здесь казалось бы уже все Иов точно должен сломаться Титаник точно должен утонуть Все Капут Кораблекрушение в вере Все Но мы давайте посмотрим опять На реакцию Иова Вторая глава Девятый и десятый стих После того что с ним произошло Жена сказала ему Ты все еще тверд В непорочности твоей Похули Бога и умри Но он сказал ей Ты говоришь как одна из безумных Неужели доброе мы будем принимать от Бога А злого не будем принимать Во всем этом не согрешил Иов устами своими Какая вера друзья Какая вера Аминь И вы знаете что Вот слава Богу что на этом все не заканчивается Конец этой истории мы можем читать в 42 главе Такая книга Иова довольно длинная Большинство этой книги это такой так называемый плач Иова Но знаете что Господь всегда реагирует на веру И Господь никогда не останется в долгу Аминь Если ты будешь верить Если ты будешь идти до конца Если ты будешь до конца поводить на Бога Ты получишь свое чудо Аминь Вы знаете я еще хочу сказать такую важную вещь Что страдания Иова они не длились бесконечно Люди которые в этом копаются разбираются теологи Которые изучают там все числа там как-то высчитывают все даты Так вот страдания Иова по разным данным Длились от 9 месяцев до полутора лет То есть до 18 месяцев Это не было 10 лет Это не было 20 лет Это не было 50 лет Что знаешь всю жизнь он потом учился Нет В принципе его страдания длились от 9 до 18 месяцев До полутора лет Но что было потом Давайте прочитаем в конце 42 главы 42 глава с 12 стиха И благословил Бог Последние дни Иова более нежели прежние И было у него 14 тысяч мелкого скота 6 тысяч верблюдов Тысяча пар валов И тысяча ослиц Пока здесь остановимся Друзья вот я для чего все это читаю И в начале прочитал Если вы посмотрите внимательно на 3 стих Где мы в начале читаем Сколько у него всего было И посмотрите вот здесь Вы увидите что он ровно в 2 раза Получил больше чем у него было Ровно в 2 раза То есть было там 7 тысяч мелкого скота А стало 14 тысяч Было там 500 пар валов Или там как ослиц Стало в 2 раза больше Господь в 2 раза больше его благословил Да ему было тяжело в какой-то момент в своей жизни Но слава Богу что он в этот момент не похулил Бога Не отступил от Бога А пусть он чего-то может быть не понимал Может быть ему было больно Неприятно Обидно Что как будто Господь не зачатил Но он продолжал просто стоять в вере до конца И Господь его благословил Аминь Он получил в 2 раза больше всего В 2 раза больше обеспечения Дальше если читать У него было 7 сыновей и 3 дочери Господь полностью восполнил количество детей Которые были у него И я кстати верю что это были совсем другие дети Это были дети которые боялись Бога Это были дети которые многие из них возможно стали Служить потом Господу Глядя на своего отца Иова И кстати девицы были если читать 15 стих Не было таких прекрасных женщин на всей земле Как дочери Иова Но просто представь у тебя 3 дочери Одна мисс Востока Другая там мисс Азия Не знаю третья мисс Европы Ну самые красивые на всей земле У тебя дочери Так благословил Господь Иова Почему? Потому что боялся да нет Потому что верил до конца Аминь И потому что даже в трудной ситуации своей жизни Поднимал руки и воздавал Богу славу Давайте тоже Господу славу воздадим Аплодисменты И я дочитаю до конца 16-17 стих После того Иов жил 140 лет И видел сыновей своих и сыновей сыновьих до 4 рода И умер Иов в старости насыщенный днями Друзья не чудесно ли так читать Вот о том как эта история заканчивается Очень позитивно Поэтому друзья когда в нашей жизни есть выбор Нам бояться продолжать или жить верой Конечно давайте выбирать жить верой Аминь Давайте не жить страхи Давайте жить верой И давайте запишем несколько пунктов Которые нам помогут Хранить нашу веру И жить в свободе от страха И первый пункт Помни о Божьей любви Бог всегда любит нас Вчера у нас был вы из сети Я тоже об этом говорил нашей команде Нашей сети Не забывай Даже если ты упал Поднимайся дальше Бог любит тебя Аминь И местописание здесь на эту тему Римлянам 5 глава с 8 по 9 стих Но Бог свою любовь доказывает к нам тем Что Христос умер за нас Когда мы были еще грешниками Посему тем более ныне Будучи оправданной кровью Его Спасемся им от гнева Друзья Неважно какая ситуация Аминь Какая бы она ни была тупиковой Здесь написано Спасемся им от гнева Спасемся им от каких-то наших трудных ситуаций От каких-то наших страшных болезней Как это сделал Иов Он увидел свою дочь воскресшую из мертвых Так же мы увидим Аминь друзья Наши мечты воскресшими Наш бизнес воскресшим Нашу ячейку воскресши Наши отношения воскресши И так далее И так далее Аминь драгоценный Второй пункт Я его назвал так Храни откровение О силе крови Христа Мы кстати только что об этом упомянули В предыдущем пункте Мы читали здесь Что будучи оправданной кровью Его спасемся им от гнева Друзья Есть сила в крови Христа Аминь Скажи есть сила в крови Христа Очень важно это понимать друзья И сознавать Есть сила в крови Христа Если мы вспомним с вами ту историю Когда народ израильский Уходил из рабства египетского То что они сделали Они приготовили Пасху Они взяли кровь Агнца Они помазали этой кровью Косяки своих дверей И мы читаем Что когда ангел-губитель проходил То увидев эту кровь На косяках дверей Он прошел мимо То есть благодаря крови Агнца Они остались целы Они остались живы И так же друзья Есть защита в крови Христа В нашей жизни Потому что наши жизни Помазаны кровью Агнца Аминь Место писания Если хотите Здесь 1 Петра 1.18.19 Знаю что Нетленным серебром Или золотом Искупленного от суетной жизни Преданной вам от отцов Но драгоценную кровью Христа Как непорочного И чистого Агнца Ну о чем я сейчас и говорил Наша жизнь Дорогие Находится под защитой Бога Есть сила в крови Христа Скажи Есть сила в крови Христа Следующий пункт Прославляй Бога Мы читали с вами Как делал это Иов Несмотря на то Что ситуация была Вообще Ну просто не дай Бог Врагу как говорится Не пожелаешь Он поднимал свои руки И говорил Господь Да будет имя твое благословенно Аминь Вы знаете Я неоднократно слышал Историю о людях Которым ставили страшные диагнозы Ну допустим Смертельный там диагноз Уже рак там Какой-то страшной степени Последней там Какой-то стадии И эти люди Они Они просто покупали Даже музыкальные инструменты Покупали бубен там Покупали гитару Учились играть И просто ходили И славили Богу Себя дома И тем самым Они побеждали свой страх И качали свою веру Аминь Они играли И приходила просто радость Потом приходила вера А в итоге приходило исцеление Почему? Вера Твои чудеса И местописание здесь Можно взять Псалом 117 Допустим 29 стих Славьте Господа Ибо Он благ Ибо вовек милость Его И в псалмах этого очень много Слушай Может быть твоя ситуация Труднее чем ситуация Его Может быть Я не знаю Хотя навряд ли Что надо делать? Славь Господа Аминь Еще один пункт посмотрим Четвертый пункт Питай веру Божьим Словом Это важный момент Друзья Местописание Римлянам 10 Глава 17 Еще раз Пункт Питай веру Божьим Словом Итак Римлянам 10 17 Вера от слышания А слышание От Слова Божьего Если мы с вами посмотрим В оригинале Какое слово здесь стоит Как бы под Словом Божьим Надо понять Что Слово Божье имеет Два перевода Это логос В целом Божье Слово Да Там 66 книг Из них 39 ветхого За это 27 За это Библия А есть Слово Божье Это Слово Рима Это конкретное Слово От Бога Для конкретной ситуации Которую Бог тебе дает Так вот Здесь стоит Именно Слово Рима Другими словами Вера от слышания А слышание От Слова Рима Это знаешь Как бывает Когда ты читаешь Библию Читаешь Вроде сто раз читал Это Евангелие И вдруг Как будто Местописание Какое-то оживает Допустим Ты молишься За спасение Своих родственников Или там Членов своей семьи А они вот Ну никак не спасаются Ты молишься Молишься И вдруг Ты читаешь Местописание И написано Иисус сказал Спасешься ты И спасется Весь дом твой И твоя вера Она Бам И вырастает Ты начинаешь Другое место смотреть А там написано Который хочет Чтобы все люди Спаслись И достигли Познания истины И твоя вера Еще вырастает Поэтому друзья Очень важно Читать Божье Слово Аминь Можно качать мышцы В спортзале А можно качать Свой дух А как его качать Словом Божьим Аминь И давайте посмотрим Последний пункт Пятый пункт Я его назвал Провозглашая Слово Божье Это как раз Вот то о чем Мы сейчас говорили Когда слово Рэма Ты не просто читаешь В Писании Господь открывает тебе Какое слово Рэма А когда ты берешь Это слово Рэма И начинаешь его использовать Провозглашая его В духовный мир Местописание Если хотите Можно записать Ефесянам 6 глава 17 стих Это место Где меч Где Слово Божье Простите Сравнивается с мечом То есть Слово Божье Сравнивается с орудием И действительно Слово Божье Как оружие В какой-то трудной ситуации Чтобы не жить в страхе Чтобы побеждать Свой страх Чтобы качать свою веру Нужно просто брать Слово Божье И как мечом Сражаться Со страхами С сомнениями Провозглашать Божье Слово В свою жизнь Аминь Нам это очень близко Друзья Мы часто это практикуем Когда ты берешь И допустим Ты Если пришел Какой-то кризис Твой финанс Ты говоришь Написано Господь благословит Буду богатым На всякое доброе дело И прям берешь Места Писания Цитируешь Те места Писания Которые возбуждают Твою веру Аминь Друзья Меч Обоюду острый Слово Божье И давайте мы сейчас Встанем И прежде чем мы Помолимся Я хочу еще Кое-что сказать Вы знаете Дата 12 сентября 2017 года Для нашей семьи Такая памятная В этот день Я вернулся Из своей поездки Причем она была Зарубежная Там была возможность И поработать И отдохнуть Хотя как-то мира Не было Во всей этой поездке У меня Я возвращаюсь 12 сентября Жаркий день Летний Прекрасная погода И в этот же день Мы везем Нашу дочь В больницу В нашу Нижегородскую Областную Детскую больницу 14-летнюю девочку С диагнозом Предварительный диагноз Инсульт Мы везем ее В больницу Боимся Как-то по плоти Не знаем что делать Но ждем там Диагноза врачей Какого-то вердикта И жена с дочкой ушли Я тут сидел В приемном покое Я ожидал Меня просто не пустили Проходит какое-то время Я весь в напряге Я молюсь Я там Господи На тебя уповаю Господи Вспоминай места писания Исповедую их В какой-то момент Дочка выходит Папа Все нормально Диагноз не подтвердился Остальное скажет Мама И я знаете что сделал Я выдохнул Фу Ну слава богу Все нормально Значит все не так страшно Значит не инсульт И я сижу уже там знаете В соцсетях Лайки ставлю Какие-то комментарии пишу Приехал какой-то медбрат Молодой парень Я с ним общаюсь А что ты пошел на доктора На медбрата Куда ты еще не пошел Так вы знаете Такая свобода И вдруг проходит час И выходит моя жена Бледно Зелено Желто Коричево Я не знаю Какого она была цвета В тот момент Но сам факт Что я спрашиваю Что случилось И выходит одна без дочери Я говорю Что случилось А она молчит И потом как-то Сквозь слезы Через какую-то Сквозь боль Она собралась И она мне сказала У нашей дочери Обширная Опухоль головного мозга Вы знаете Был жаркий день Было не холодно Но меня аж потряхивать Так стало По плоти И знаете Что в этот момент Я сказал Своей жене Я сказал Не бойся Только Веруй Как и называется Сегодня моя проповедь Мы написали В нашей команды Мы написали Нашим пасторам Мы приняли решение Уповать на Бога И ожидать Просто Божьего чуда Да Диагноз страшный Да Вообще Неизвестность впереди Неизвестно Что дальше будет Вообще Мы с этим Никогда не сталкивались Но то Что мы стали делать Мы стали побеждать Верой наш страх И мы стали Доверять Богу Аминь И потом Вот эти все пункты Которые я вам перечислял Мы сами так жили Мы находили Места Писания Какое-то Какое-то место Нам через пасторов Господь давал Они приехали к нам Буквально через пару дней Мы молились вместе С ними у нас дома Мы взяли 117 Псалом 17 стих Где написано Не умрет Но будет жить И возвещать дела Господни Мы вспоминали Историю про смоковницу Которую Иисус запретил И мы запрещали Этой болезни Мы ожидали Что Бог Он явит свою славу И Он явил ее Аминь Слава Господу Ну вы знаете Она вела прославление Играла на гитаре И она сейчас здесь В этом зале Давайте славу Господу Воздадим